Привет! Сегодня 19 октября 2020 года. Время 4 часа утра. Проснулся где-то час назад и все, и уснуть не могу. Проснулся от того, что мне с ней приснилась идея, и пора уже это начинать запускать. Открыть свою фирму. Ну, пока это будет она на таких волонтерских условиях, и пока еще не официально, но фишка в том, что нужно сейчас найти хорошее помещение где-нибудь в центре города у нас в Ростове-Великом. Я вот увидел прям все, как я там сделаю ремонт, что там будет у нас. И вот туда будут люди приходить на тренинги, проходить. Оттуда же будем сразу онлайн тренинги вести. Одну сцену прямо в зеленый цвет. Убачим под хромокей. Сделаем мебель там всю из дерева. Ну, это у меня просто по-быстрому. Все установим оборудование туда. Конечно, понятия не имею на что и как пока. Но это все технические моменты. Главное, вот самое интересное, что я понял за последнее время, как только тебе какая-то идея приходит, образ вот этот вот, нужно брать и делать это. И вот именно, например, вот прошлое видео там какое-то было тоже. Вот каждый раз оно как образом приходит. И когда я смотрю на результат этого, вот вижу, что можно показать то, что было в моей голове лишь образом. И я воссоздал вот точно так же это в реальности. И получаешь прям такое количество энергии. И прям хочется жить и двигаться дальше. Так вот, в связи с этим, мне понадобится помощница. Не спрашивайте, почему не помощник. Тут не буду тратить время на объяснение. В общем, мне нужна будет помощница. И сейчас эта вакансия открыта. Наша фирма пока еще никому не известна. Она еще официально не существует. Она лишь существует пока в моем воображении. Но, тем не менее, поэтому, во-первых, расскажу сначала о требованиях. Помощница. Ну, во-первых, во-первых, это, конечно же, непреодолимое стремление и к постоянному совершенствованию желания, чтобы было, и постоянному обучению, готовности развивать творческие таланты, работа в команде. Пока только из двух человек, но потом в дальнейшем эта компания наша будет развиваться. Какие еще требования? Ну, наличие, вернее, отсутствие вредных привычек, это приветствуется. Но если таковые имеются, то готовность расстаться с ними. С помощью метода к саморегуляции ключ как раз-таки и применим. Готовность постоянно проходить тренинги, как я уже сказал, обучаться всему новому, развиваться, в общем. Пока на начальном уровне это наше сотрудничество как бы на добровольных началах, потому что, во-первых, есть возможность, у вас есть возможность развиваться вместе с компанией, вместе с этим проектом. И, конечно же, когда потом компания, если разовьется, она разовьется, если действовать, то, конечно же, первая помощница будет... Первая помощница? Что тут говорить еще? Так вот, первая задача будет сейчас найти подходящее помещение, договориться хотя бы... Ну, на один-то месяц точно. Хотя бы сейчас на один месяц. Ну, это все расходы, все я на себя беру. В любом случае всегда. Так что, это уже мои проблемы. В чем заключается работа помощницы? Это, ну, как я уже сказал, готовность постоянно развиваться, потом организовывать тренинги, встречаться с людьми, договариваться там о проведении мероприятий обучающих. Что еще? Проведение... Проведение записи, съемки. Например, вот мне приходится постоянно без операторов, тут будет помощница. помощница. Ну, в общем, там много чего интересного. Конечно же, вначале там нужно будет и помогать наше помещение, креативщиком поработать. Ну, тут креативщиком тоже я на себя могу взять. У меня сразу куча идей, как мы сделаем весь этот ремонт. Ну, вообще классно. Это будет классно выглядеть сейчас. Рассказывать об этом не буду. Это нужно будет потом увидеть. Потом, вы увидите мы потом вставочку в видео, если что, сделаем, как это получилось и как я сейчас вижу это в своем воображении и потом увидите готовый результат. Так вот. Так вот так. В общем, такая идея сегодня ночью посетила меня и пора, пора начинать действовать. А, и еще как стать помощницей. Ну, я прикреплю, наверное, файл. Под видео будет анкетка. Эту анкетку заполняем максимально максимально честно и скроменно, потому что ну, сами понимаете почему. И отсылаем мне личные сообщения. Я эти анкетки почитаю. определюсь с выбором и мы уже с вами свяжемся и приступим к сотрудничеству. Чем быстрее, тем лучше, потому что каждая идея требует немедленного ее воплощения, иначе энергия разлиточивается. Ну, в принципе, я уже начал действовать, уже первый шаг к этому есть. Идея появилась, идея в списке. задача. А, кстати, умение владения компьютером очень приветствуется, конечно. Ну, понятно, что все в любом случае это в процессе. Обучимся и работать в Excel надо будет, в CorelDRAW. Чего еще? Ну, такие вот основные Excel, CorelDRAW. Ну, в общем, всему научимся уже в процессе развития компании, потому что сейчас очень множество есть курсов всяких разных, и мы будем все эти курсы тоже покупать и смотреть, и сами обучаться постоянно, то есть постоянно будем развиваться, развиваться, развиваться. В общем, вот так. Присылайте анкетки, мне личные сообщения, и дальше уже, дальше уже будет видно. Спасибо за внимание. Жду анкеты. Акеткин